С конца 17-го столетия учёные-философы пытались всё объяснить с позиции разума и стремились перестроить окружающий мир в соответствии с научными знаниями. Вслед за учёными и обычные люди настойчиво пытались вникнуть в суть того, что происходило вокруг них в природе и обществе. Не случайно 18-й век называют столетием разума или просвещения. Что такое просвещение? Каковы основные черты и идеи эпохи просвещения? Кем были первые просветители? Какие их теории актуальны и сейчас? Просвещение – это широкое общественное культурное движение, распространившееся в Западной Европе в 18-м веке. Возникло оно на основе достижений эпохи гуманизма и возрождения. Участников этого движения называют просветителями. Просвещение оказало огромное влияние на все стороны жизни европейского общества. Зародилось оно в Англии в конце 17-го века. Затем быстро распространилось по всей Европе, достигнув наивысшего расцвета во Франции и Германии. Просвещение – не только общеевропейское явление. Со временем оно проникло в самые отдалённые уголки мира. В разных странах это движение имело свои особенности. В то же время существовали идеи и понятия, общее для всего просвещения. Особое значение европейские просветители придавали понятию разум, который считали проявлением человеческого существа. Голосу разума следовало прислушиваться всегда и во всём. С помощью разума и научных знаний просветители стремились перестроить окружающий мир. Они отвергали церковное учение о несовершенстве человеческой природы. В эту эпоху люди стали верить в творческие силы человека, в прогресс, в то, что история движется к лучшему, развивается от несправедливого устройства общества к справедливому. Многим казалось, что просвещение приведёт человечество к счастью, что с помощью образования можно перестроить общество на принципах разумности и справедливости. Своими целями просветители провозгласили свободу, благосостояние и счастье людей, мир, ненасилие и веротерпимость. Просветители выдвинули идею естественного права. Они считали, что все люди от природы имеют равные права. Различия в обществе установлены не богом, а людьми. Следовательно, люди могут изменить то, что они сами создали. Это была поистине революционная идея. Неслучайно идеи просвещения стали основой буржуазных изменений в обществе во второй половине XVIII века. У истоков европейского просвещения стоял английский мыслитель Джон Лок. Он одним из первых сформулировал новые взгляды на человека и общество, на государство и власть. Лок утверждал, что от природы все люди равны и отличаются лишь своим умственным развитием. Общественное неравенство объясняется не тем, что у кого-то голубая кровь, а тем, что люди родились и получили воспитание в разной социальной среде. Одни в богатых семьях, другие в бедных. В этой связи он придавал большое значение образованию, считая, что обретение знаний делает человека более нравственным и более совершенным. Государство по Локу возникло в результате договора между людьми, чтобы охранять свободу, безопасность и собственный своих граждан. Если правительство притесняет граждан или не справляется со своими обязанностями, то граждане имеют право передать власть другому правительству. Эта идея получила название общественного договора. Лок был основателем учения о разделении властей. Законодательная власть, принимающая законы, должна принадлежать депутатам, избираемым народом. Исполнительная власть, проводящая законы в жизнь, поручается монарху и его правительству. Таким образом, Лок был сторонником конституционной монархии, то есть такой формы правления, при которой власть короля ограничивается конституцией. Именно такая монархия установилась в Англии в результате революции XVII века. Французское просвещение, в отличие от английского, характеризовалось беспощадной критикой церкви, старинных обычаев и абсолютной монархии. Выдающимися французскими просветителями были Шарль-Луи Монтескио, Вольтер и Жан-Жак Руссо. Шарль-Луи Монтескио развил идеи Локка, в частности теорию о разделении властей. Законодательная власть должна принадлежать народу в лице избранных депутатов-законодателей, исполнительная королю и его правительству, а судебная независимому сословию судей. Все три власти должны быть независимы друг от друга. Вольтер, или его настоящее имя Франсуа Мари Аруэ, был самым знаменитым французским просветителем. Его слава как драматурга, поэта, мыслителя и историка гремела по всей Европе. Состоять в переписке с ним считали за честь прусский король Фридрих II и российская императрица Екатерина II. Знакомство с ним настойчиво искали и другие королевские особы Европы. Вольтер считал, что во французском обществе необходимо осуществить реформы, вести свободу слова и вероисповедания, покончить с религиозной нетерпимостью, дать равные права всем людям, независимо от сословной принадлежности, уничтожить остатки зависимости крестьян. Вольтер полагал, что такие реформы может провести просвещенный монарх, философ на троне. Как и другие просветители, Вольтер считал недопустимым и опасным вмешательство в государственные дела невежественных трудящихся масс. Повелевать в общество могут только те, кто обладает знаниями. Знаменитый французский просветитель Жан-Жак Руссо считал, что одного равенства перед законом недостаточно. Надо уравнять имущественное положение людей. Руссо был убежден, что источник всех бед и зол в обществе – частная собственность. Все войны и бедствия начались с того, что кто-то когда-то впервые сказал, огородив участок земли – это мое. Но Руссо понимал, что общество без частной собственности уже невозможно. Поэтому важно, чтобы в нем не было богачей и нищих. В отличие от французских просветителей, Руссо был сторонником республиканской формы правления. Большое влияние на общество оказали так называемые энциклопедисты – члена кружка писателя и философа-материалиста Дэнни Дидро. Дидро был убежден, что знания – это сила, с помощью которой можно улучшить общество. Вместе со своими друзьями и единомышленниками он начал издавать знаменитую энциклопедию или толковый словарь «наук, искусств и ремёсел». В ней были собраны передовые научные и технические знания, которые способствовали распространению идей французского просвещения в Европе. В деле преобразования общества просветители возлагали большие надежды на европейских монархов. Они считали, что если дать монархам соответствующее образование, просветить их, то такие просвещенные государи будут управлять в соответствии с законами и принципами разума. Некоторые просветители пытались воплотить свои идеи на практике. Дидро, например, встречался и переписывался с русской императрицей Екатериной II, а Вольтер направил будущему прусскому королю обращение – наследному принцу Пруссии о пользе знаний для государя. Под влиянием идеи просвещения в ряде европейских государств действительно были проведены реформы. Продолжая сохранять абсолютную власть, европейские монархи осуществили некоторые преобразования в области экономики, политики, права и культуры. Цель реформ заключалась в модернизации существующего строя и устранения феодальных пережитков. Такая политика получила название «просвещенного абсолютизма». Яркими примерами политики просвещенного абсолютизма были реформы Фридриха II в Пруссии, Марии Терезии и Иосифа II в Австрии, Екатерины II в России. Фридрих II не только оставил после себя 30 томов философских, исторических и литературных сочинений, но и отменил цензуру, а также пытки во время судебных процессов. В Австрии ликвидировалась крепостная зависимость крестьян, вводилось бесплатное начальное образование и открывались семинарии для подготовки учителей. Было провозглашено равенство всех подданных перед судом и при сборе налогов. Таким образом, идеи просветителей обладали огромной притягательной силой, даже европейские монархи находились под их влиянием. Естественно, просвещенный абсолютизм в одночасье не мог привести к ликвидации феодальных порядков. В ту историческую эпоху это было возможно только с помощью революции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова